В эти холодные осенние дни всем нам хочется как можно больше солнца и ярких красок в саду. К сожалению, немногие цветы в это время способны радовать нас своим нарядным и красочным видом. Ведь уже с первыми проливными дождями и ночными заморозками большинство представителей цветочных клуб полностью теряют свою красоту или погибают. Но только не это яркое чудо, о котором я сегодня хочу рассказать. Декоративное растение, о котором пойдет речь, относится к обширному семейству крестоцветных. Любители садовода его так и называют декоративная капуста или брасика. С помощью этого растения можно добавить самых ярких красок и неординарности в свой сад. Выращивают его как однолетнюю культуру, хотя декоративная капуста является двулетним растением. Но на второй год она теряет свою основную декоративность и не представляет большого интереса. Хотя есть сорта, которые в садах с теплым климатом красиво выглядят и на второй год своей жизни. Среди декоративной капусты выведено множество самых разных по цвету, форме листьев и размерам сорта. Есть очень высокие, до 100-130 см и среднерослые. А есть более низкие, до 20 см в высоту, которые идеально подойдут для составления ярких композиций на переднем плане цветника и для оформления красочного бордюра. Ширина розеток, в зависимости от сорта, может составлять более 30 см. Брасика легко украсит приствольные круги деревьев. Дополнит своим разнообразием скучный газон, овощные грядки и любой миксбордер. Ее с успехом выращивают даже в контейнерах. И надо признать, что декоративная капуста удачно сочетается со многими растениями и цветами. Только посмотрите, какие интересные идеи можно воплотить с помощью брасики. Эту культуру используют для составления самых необычных по яркости и форме композиций. И часто высаживают в общественных парках, особенно в Европе. Друзья, расскажите, пожалуйста, выращивали ли вы декоративную капусту. Поделитесь своим опытом и мнением по этому растению. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Стоит сказать, что это неприхотливое растение в последние годы стало чуть ли не одним из самых модных культур, которые очаровывают своей универсальностью, яркостью, оригинальным и высокодекоративным видом. Особо интересно брасика смотрится посаженной группами. Такие пестрые композиции привлекут внимание кого угодно. А самое главное, что уход за этим растением несложный. Зато посадки брасики будут красиво смотреться даже с приходом морозов. Эта холодостойкая культура легко переносит кратковременные заморозки до минус 12 градусов. Более того, хоть брасика и считается декоративной, но она все же капуста и вполне съедобная. В ее составе много полезных и питательных веществ, макро- и микроэлементов, клетчатки и витаминов. Листья приобретают более нежный вкус именно после того, когда их прихватят первые заморозки. В это время растение теряет свою горчинку и становится вполне пригодной в пищу. Удивительно, но эта холодостойкая культура является, наверное, одной из немногих, которая может радовать своей красотой вплоть по декабре. Например, в моей климатической зоне 5Б ее кустики единственные украшали огород в первый месяц зимы. В этот холодный период ее можно назвать настоящей королевой сада. Более того, в регионах с мягким климатом брасика украсит ваш сад до весны, а иногда она не теряет свою декоративность и на следующий сезон. Повторюсь, что эта культура является двулетней. Удивительно, но к декоративной капусте проявляют интерес не только садоводы и ландшафтные дизайнеры. Ее очень ценят флористы, так как из этого растения получаются невероятно яркие и эффектные цветочные композиции. Возможно, многие удивятся, но декоративная капуста идеально сочетается в букетах даже с розами. Согласитесь, букет, состоящий из брасики, банальным не назовешь. Он действительно порадует и удивит кого угодно. Декоративную капусту можно выращивать рассадным путем, как обычную капусту или посевом семян сразу в открытый грунт под укрытие. Кстати, рассада выдерживает кратковременное похолодание, а вот жаркий воздух она не терпит. Молодые растения лучше содержать при температуре плюс 18-20 градусов. Почву эта культура любит рыхлую, питательную и с нейтральной реакцией. Если у вас кислый грунт, в него необходимо внести золу, доломитовую муку или гашеную известь. Очень хорошо капуста растет после бобовых культур. Когда ростки подрастут, их рассаживают на постоянное место вместе с комом земли. Взрослые кусты пересадку не любят, так как у брасики длинный стишневой корень, уходящий в землю на 50 см. Декоративная капуста будет намного ярче именно на светлых участках. Стоит также учесть, что брасика любит поливы и подкормки. Растения можно подкармливать минеральными и органическими удобрениями, например, раствором птичьего помета или биогумуса. Из минусов брасика, как и большинством крестоцветных культур, интересуется вредитель крестоцветная обложка. Чтобы защитить кустики, их можно обработать табачной пылью, тревесной золой или гашеной известью. Делают это весной и в начале лета, когда вредители проявляют наибольшую активность. Эти же обработки помогают и от слизней. Не стоит забывать время от времени удалять сорняки и рыхлить грунт после полива кустов. А вот такой вредитель, как белокрылка, яркие кусты брасики облетают стороной. Видимо, ее сбивает с толку ее необычная, как для капусты, окраска. В заключение хочу сказать, что декоративную капусту можно при желании выращивать даже на городском балконе, в горшках. Ее вид украсят не только сад, но и интерьер. Из брасики можно создать очень красивые композиции и букеты, так как ее листья бывают самых разных и насыщенных окрасок. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok